Дорогие друзья, завтра у нас отмечается замечательный день работника культуры, учрежденный сегодня у нас. Вообще неделя богатая событиями 28-го день театра, так что она очень достаточно культурная неделя в марте выдается. И сегодня у нас первое заседание клуба приятных встреч. И вот знаете, существует по аналогии клуб «Белый попугай», небезызвестный всем, да, и вот решили, чудостроители подумали, подумали, но не тропики все-таки, решили назвать пёстрый дятел наш клуб. Значит, я так понимаю, что это будет постоянное теперь наверняка, раз первое заседание, значит, будет, соответственно, второе. И это замечательно, и по ходу дела вы, конечно, повспоминаете какие-то истории, мы сегодня поделимся этими замечательными воспоминаниями, и их, я думаю, достаточно. И сегодня этот замечательный день, вы согласны, да? Да, конечно. Ну всё, значит, договорились. Вот замечательный день, нас сегодня пришёл поздравить глава администрации Кировского района города Екатеринбурга Александр Юрьевич Лошаков. Я ему сейчас передаю слово. Дорогие друзья, вот, откровенно говоря, я немножко в растерянности, почему? Потому что формат вот вашей встречи сегодняшней, он не предусматривает каких-то официозов. Ну, это главы администрации и шикарных поздравлений там, значит, с подведением итогов минут на 40. Значит, я напросился, можно сказать, на это первое заседание для того, чтобы, ну, подчеркнуть важность отношения к культуре на сегодняшний день, которая формируется в городе Екатеринбурге, в целом, ну и, конечно, в нашем любимом Кировском районе. Я должен вам сказать, что все в городе абсолютно признают, что Кировский район – это самый культурный район города Екатеринбурга. Кто-то пытается оспаривать там полеуберностного Кировского района по образованию, значит, кто-то пытается оспаривать по благоустройству, но никто не пытается даже близко подходить к вопросу о культуре. Значит, и не напрасно, значит, два года назад на территории нашего района открылся обновленный Театр юного зрителя. Я думаю, все вы там были уже, мы много раз посмотрели. Значит, это вот еще раз подчеркивает то отношение администрации конкретно к городу, к такому направлению, как к культура, вот на сегодняшний текущий момент. Несмотря на то, что сложности мы испытываем административные, финансовые сложности, все равно мы считаем, что эта культура важная и значимая часть жизни любого цивилизованного общества. И вы, как ветераны этой области, во многом формировали традиции нашего замечательного города и, конечно же, традиции нашего района. Поэтому я счет своим долгом поприветствовать вас, поздравить вас с праздником, пожелать вам крепкого здоровья, значит, и выразить надежду, что сегодняшнее заседание первое пройдет успешно, что на этом заседании вы услышите много нового друг о друге, а может, вспомните какие-то эпизоды, которые по-настоящему явились уже культовыми для истории культуры нашего города. И, естественно, я хочу сказать, что такое, как сказать, глубокое отношение и понимание культуры и искусства в нашем городе формировалось, в общем-то, вашими руками. И за это вам огромная-огромная благодарность всех жителей нашего города. Вот я, поскольку формат сегодняшнего заседания такой дружеский, готовясь, можно сказать, к выступлению, думал, а что я могу рассказать? Я же не являюсь работником культуры непосредственно, но все-таки, как обычный гражданин, что же я могу рассказать, что могло бы соответствовать этому формату? Значит, и я должен сказать, что подумав, я решил, что кое-что все-таки могу. Дело в том, что в моей биографии был такой замечательный период, когда я заканчивал военное училище на территории нашего замечательного города, Свердловская высшая военно-политическая танка архиллерийская. Там, поскольку формат подосматривал выпуск замполитов, инженеров, так скажем, человеческих душ, то культуре тоже уделялось большое внимание, но по-военным подходы были такие. Значит, и я помню, что на первом курсе к нам пришел один режиссер профессиональный, и он набирал самодеятельность. Самодеятельность занималась на базе Дворца культуры 50-летия Химаша. Фамилия этого человека Демин Вадимовича, его сейчас нету, может кто-то с ним сталкивался где-то. Значит, он работал в последние годы на ВГТРК нашем, ввел программу «Погода», озвучил «Филина». Ну, как бы сказать, я так немножко, чтобы вы были в курсе. Так вот, значит, он набирал в эту студию курсантов, и я решил попробовать свои силы, и он меня взял. Защитывал, значит, я 4 года пока занимался в училище, я активно, значит, посещал этот театр-студию и сыграл на сцене. Ну, я считаю, для любительского театра, ну, достаточно много ролей. Ну, больше 10. Начинали мы там с Федота Стрельца, Удалова Молодца, где я играл, потешник, который, ну, как бы, 3-го, 2-го, 1-го, рост был очевиден. Потом, значит, другие сказки по Пушкину, значит, мы делали, значит, ездили на различные фестивали. Значит, и я помню, что тогда ведь, ну, и в ваше время, и вот в мое, в этой молодости, комсомол играл значительную роль, значит, в формировании отношений по всему, да. И вот тогда помню, что была комсомольская путевка такая, значит, и мы со спектаклем поехали по городам и вести в Свердловской области. По северу Свердловской области, там, Гари, Ляли, Кобары, в общем, все лучшие места, какие только можно увидеть. Я тогда впервые в своей жизни увидел, что такое деревянный тротуар, но никогда не видел, но увидел доски, тротуар, значит, я думал, что вот это такая ситуация. Но я должен сказать, что вот когда вот я общался там с людьми, мы выступали, когда на сцене, залы были потрясающие, откровенно говоря. Мы любительский театр, да, нас встречали как профессионалы, значит, и нас с любовью всегда встречали наши люди. И это тоже заслуга того, что и в Свердловской области, и в городе Кринбурге, иногда в Свердловске очень много внимания уделялся, на самом деле, культуре. И все было достаточно потрясающе и эффектно. Я до сих пор, говорю, храню очень теплые чувства в отношении тех работников культуры, домов культуры, в которых мы выступали, которые нас принимали, которые нам открывали все двери, где-то делились своими тайнами и так далее. Тайнами имеется в виду исполнительство мастерства, конечно, безусловно, никакими другими. И все эти теплые чувства, конечно, я через всю жизнь, как говорится, нес. И сегодня я в вашем лице выражаю огромную благодарность, чтобы тогда, я, соприкоснувшись с культурой, вот такой массовой культурой, да, когда вовлекали нас молодежь, культурное сообщество, получил незабываемые уроки и на всю жизнь запомнил фразу своего учителя. Он сказал, я, конечно, не сделаю из вас профессиональных актеров, но профессиональных зрителей я из вас сделаю точно. И вот сегодня, значит, я, вот у меня старший сын, он сейчас заканчивает консерваторию, значит, он композитов, да, то есть такой штучный товар, как говорится, значит, профессионал, высокого уровня и так далее. Я, честно говоря, в музыке ничего не понимаю. Но когда я прихожу на его концерты, слушаю его музыку, да, я потом с умным видом всегда ухожу к его, да, вот тут надо доработать, а здесь надо. Это к тому, что профессиональный зритель, значит, ну вот, как бы в формате вашего клуба я попытался что-то из себя изобразить, извините, если не так, чтобы, значит, я еще раз поздравляю вас с праздником, значит, я, конечно, немножко присутствую на вашем празднике, но потом потихоньку по-английски уйду, чтобы не мешать вам предаваться воспоминаниям. Я всегда сам на себе, всегда ощущал одну такую странную вещь, когда присутствует официальное лицо, всегда думаешь, а то ли я говорю. Значит, ну, я с вашего позволения еще раз поздравляю вас и желаю.